В общем, я оказался парализованный. Просто искал смерти. Родился я в городе Брянске. Жили там до 1986 года с семьей, а потом после Чернобыля переехали в Свердловск, потом в Екатеринбург уже и до 2015 года я жил там. Потом случились некоторые события, и я очутился здесь. Ну, здесь стало просто решение свободной зависимостью. Чтобы уже и вливаться дальше, как говорится, в этой ставе, как говорится, на пути справления постарались стать. Вот понемногу стараемся, отходим. Не только от алкогольной зависимости и от того, как курение, тут люди от другого еще есть, еще от чего-то. Так что тут, в принципе, можно различиться даже всего, как говорится, от того, что... История банальная. Низкие слои социальной лестницы. То есть, алкоголь, наркотики, ну и все, что в этом запутствует. То есть, было сильное падение человеческой нравственности. То есть, потеря всего, потеря смысла жизни. И итог это смерти. Просто искал смерти. Женился я в 99-м году. В 2000-м родилась дочь, в принципе. И жил я, как все живут. Как воспитали родителей, как воспитали людей, которые вокруг. То есть, придерживался этих. Жил за идею, как говорится. Пытался, выстроил определенную схему. Но кинулся, конечно, в работу, как надо поднимать дочь. На двух работах работал. В общем, жили в общежитии, в семейном. Своя комната была. Ну и, как говорится, во всех общежитиях там люди выпивают. Вот смотришь на людей просто. И вот что-то, может, перенял от них. И что-то, наоборот, как бы, чтобы отдохнуть от всего этого шума. Выпиваешь, там, допустим, пиво на тарашку. Раз. Ну и спать ложишься. И, как бы, это... Втянулся. И, оказывается, просто алкоголь. Поэтому как мина замедленного действия сработала, что... Потом уже начались всякие похмелья, всякие неприятности на работе из-за этого. И нервный срыв. В итоге еще больше и больше. Этот ком все больше и больше накапливается. Снежный. И все. И потом просто случилось так, что у меня получился микроинсульт. И после него еще куча всяких нехороших болезней. В общем, я оказался парализованный, прикованный к кровати. Вот. И еще ко всему этому совсем нехорошая туберкулез нашли. В общем, от одного начали лечить, перевели в туб диспансер, так как это более опасно. А с моей... Ну, нервной системой поражена была. И... Меня как бы от этого не лечили вовремя. Последствия микроинсульта. Это энцефалопатия. Когда скричивает всего. Вот. И... В общем, меня лечили от туберкулеза. В итоге оказалось туберкулез какой-то под вопросом. Там ничего не было страшного. Но болезнь была вымещена. И приходили ко мне брат с сестрой туда. Это было на Чапаева 9. Кто в Екатеринбурге, тот знает. Вот. И приходили брат с сестрой каждую неделю с церкви. Новое поколение. Вот. Лиса и еще брат один. Но сейчас он не знает, где вот. Алиса сейчас живет в Казани. Большое привет. Вот. Вот. Она меня вдохнула, можно сказать, вот эта жизнь Иисуса. Как бы. И вся моя схема вот это, что было прежде в жизни. Она никак пазла не хватало от Иисуса. То есть мы черпаем от Бога эту силу. И он дает нам мудрость. И дает нам силы преодолеть вот эти невзгоды, неприятности, препятствия в нашей жизни. Вот. И как обычно мы в юности искали чего-то. Ну чего-то, чего нам не доставало. То есть не было понимания, что нам искать в этой жизни. К чему стремиться. Ну, вот к этому, к чему-то высокому. Да, к Богу. Этого не было. То есть мы искали самостоятельно. То есть для этого у нас была улица. А для этого у нас были средства массовой информации, которые, в принципе, нам давали неправильные советы. Неправильные советы, неправильное направление. То есть хотелось как бы попробовать все. То есть как в то время думалось. Это был двадцатилетний возраст или чуть-чуть меньше. Молодые были. И не сказать, что от большого ума мы катились вниз потихонечку. Мы искали каких-то радостей, удовольствий. То есть думали, что впереди длинная жизнь нас ожидает. Надо все успеть, все попробовать. Конечно, родители и близкие, люди более умудренные на жизнь, говорили, что это опасно. И что можно просто умереть и не увидеть жизни. Ну, одному ревел по-другому, что жизнь долгая, но сожидается. Видимо, еще молоды, полны сил. Вот с чего все и начиналось. Мы пошли своим путем. Была семья. Все было как в средней семье, так сказать, даже можно сказать. Лучше среднего. Ну, когда стали возникать вот эти проблемы, всякие алкогольные зависимости. Все вот это. Все как-то, как говорится, земля стала уходить из-под ног. Людей все меньше оказалось, кто бы хотел помочь. И с каждым днем, с каждым месяцем все меньше и меньше. Вот так вот и получается. Как говорится по сути, не знаешь, где упасть. Где его помочь. Люди, которые отвернулись, когда я уже стал пить. Ну, человек меняется, деградирует. Во-первых, агрессивный стал и на всех кидался. Здесь же у меня прекрасное отношение с дочерью. Она сейчас, дай бог, устроится на хорошую работу, устраивается. Я закончила диплом, получила хорошее образование. Ну, то, что я упустила на продолжение меня. Вот. Я молюсь за нее. Ну, жена уже вышла замуж, у меня ребенок. Уже другого мужчины, как бы тут уже ничего не сделаешь. Ну, жизнь покажет и еще встречу кого-нибудь на своем пути. Здесь у меня началась моя активная физическая жизнь. То есть меня привезли, я кое-как ползал, принял покаяние. И я как бы не ползал, а руками таскал свое тело. Ну, стал ходить как не под себя, не панферси, как я в этом, в больнице. А уже стал более физически здесь двигаться, потому что тут, ну, во-первых, тут как-то самому даже неприятно и шло. За тобой все смотрят, ухаживают. Начал заниматься физическими. Развил полностью руки обе. С ногами проблема была. Ну, все равно, все равно. Потихоньку я разыгнул вначале ноги. Они у меня были как возле зародышей. У меня и пролежни такие были страшные. В больнице меня, потому что они поворачивали. И постепенно все прошло. Я потихоньку вставал, вставал. Сначала потом костыльки, но в течение полутора лет я уже, можно сказать, бегать начал. Вопреки всем диагнозам, которые мне врачи давали в урочество, что я там и умру, а тут диспансер. Благодаря Богу, благодаря этим сестре с братом, уже ко мне пришли, они меня как ангел-хранитель. То есть можно сказать, что эти 20 лет просто, они очень внутренние жизни. Их нет. То есть если я длинусь назад, то там ничего не осталось. Все сгорело. Ну просто потеря. То есть что можно было произойти за эти 20 лет? Ну а с другой стороны посмотреть. То есть если бы не случилось того, что с вами случилось за 20 лет. Каким-то непостижимым образом. То есть я ужин, выжил. И получается, что без всего этого не было бы настоящего. То, что со мной произошло сейчас. То есть нужно на всю волю Божью. Может быть это был путь такой мой. Через страдания вот эти. Через непослушание. Привести меня в Дом Божий. В Дом Божий. Зависимость она как таковая. Сначала ее нет в зависимости. Сначала ты получаешь удовольствие. Приняя много горя. Сигареты там. Компании сборища. Вот эти разные. Вечеринки. Да, так далее. Вот. Сначала получаешь удовольствие. Но потом, когда ты в это втягиваешься. То есть это уже получается как и зависимость. И ты просто уже живешь этим. То есть ты удовольствия не получаешь. От всего этого. И это просто входит в твою привычку. В твой образ жизни. Ты живешь этим. Оно сначала уже как бы сильно-то и не менялось. Это уже потом по истечении какого-то периода времени. Так скажем. Всегда хорошее заканчивается. Стали кончаться деньги. Стало все-таки кому-то близким надоедать вот это все. И, как говорится, привыкнуть можно легко, быстро отказываться от этого. Но вход уже пошло. Как говорится. Те запасы, которые были накоплены годами, стали продаваться машинами. Продаваться все другое. И вот это все то, что было, как говорится, Крупилось, накапливалось. Вот это все стало продаваться. Потерял, ну, за это, пьянки потерял, за вытушевого. Какой-то потерял права. Ну, и вот так вот жить потихоньку. Начала уходить в другую сторону. Как говорится. Ну, как говорится, сначала, ну да, всегда все было хорошо, весело, пока есть деньги. Ну, когда все это заканчивается, уже начинаешь думаться, как говорится. Потом начинаешь кусать локти и думаешь, угу. Вот. И чем ты больше в это погружаешься, тем ты меньше уже видишь какой-то просвет. Какое-то желание избавиться от этого. А если оно приходит, это желание, то оно тут же глушится. Глушится. И ты возвращаешься, то есть, ну, как собака возвращается к хаблевогину свою, так и ты возвращаешься туда. Падаешь и глубже, и глубже в эту яму. Ну, я думаю, что запретить алкоголь его все равно не запретишь. Пусть люди оглядываются немножко. Смотрят вперед и оглядываются назад, чтобы не совершать таких ошибок, не допускать. Рано или поздно все равно. Или умрут родители близкие, или будут отворачиваться там знакомые. Так что пусть немного заранее делают взгляд вперед, что может произойти или что может случиться. До чего это доведет? Есть один способ, верный способ. Это просто веровать и ходить в церковь. Начать ходить в церковь. Вместо той же сигареты, вместо бутылочки где-нибудь там. Это не выход. Если того человек сам не хочет. Его силом не заставишь не ходить в церковь, ни силком не заставишь. Вот хоть вшивают, там я не знаю, что-то делают алкоголиком. Вот. Сто процентный способ бросить вот эти вредные все привычки. То, что я на себе испытал, это просто быть с Богом. Человек должен сам захотеть. Сам захотеть. Извините свою жизнь. Если он попал в какую-то ситуацию. Потому что его и насильно не привезешь. И как-то ему можно только подсказать человеку. А убирает он сам. Я вот так могу сказать. Что пожелать. Принимать решение самостоятельно. То есть это решение будет зависеть дальнейшая жизнь человека. И вот тот, кто попал в такие жизненные, в трудные ситуации. Любовь безвыходная никакая. Люди так считают, что ситуация безвыходная. Все, вот те опускаются и я пойду помирать. Вот. То есть не нужно помирать в свое время. Так скажу. То есть еще, может быть, много впереди. Может быть это только и твой путь. Вот этих вот горестей, страданий. И каких-то трудных ситуаций. Да, жизненные. Может это просто будет твой такой. Такое начало. Вот. Чтобы потом встать на другой путь. То есть пройти эти, как они называются, взлеты и падения. То есть бывают взлеты, бывают падения. Если ты хочешь дальше жить и увидеть что-то то, что ты никогда не видел. И услышать, что ты никогда не слышал. То нужно принять решение. Хочешь, чтобы ты жить дальше или не хочешь. То есть все от этого зависит. Хочешь жить – вставай и жми. Но не хочешь, чтобы ты с доктором вести. У меня потерялся брат, мой младший, вот этот Ваня. Ваня, если ты меня где-то слышишь, просто зайди в любую соцсеть в поиск и ты меня найдешь. Вот. И будьте здоровы. Как это у нас обычно бывает. Допустим, родители приходят с работы. Там у них какие-то свои неврядицы. Там с начальством. Что-то там у них случилось. Что-либо там случилось на работе. Либо просто на ногу наступили в троллейбусе. С работы поехал папа и мама. На ногу наступили. Все настроение испортилось. Они устали. То есть и приходя домой к детям. Дети-то чего ждут от родителей? Дети ждут родителей с работы, да? Ну, по обыкновению чего-то вкусненького вдруг принесут. Мама, шоколадку, конфетки, яблочко. Что-то ждут родители тогда. Либо просто ждут родителей. Вот. А родители приходят с работы злой и уставший, да? Ему как бы нет детей. Тем самым он как бы либо на них срывается, на детях. Либо просто отгораживается от них. Телевизор, телефон. Я устал. Все останьте от меня. А дети-то ждут этого. А этого нету. Контакта-то нету. И написано, что если вы будучи злым и будучи злым, будучи злым, умеете даяние добрые детям своим давать, то есть даже если ты злой с работы пришел, да? Ко мне знают, кто пришел. Ты пришел домой. Где должен храниться этот мир, дом? То есть твой дом – это твоя крепость. И там не должно быть ни раздоров, ни распри, никакого зла, никакого насилия. То есть только вот эта вот доброта, понимание и любовь. Все. То есть ты туда приходишь с работы злой. Это твоя душа. Может быть даже там подойдет тебе, не знаю, ребенок, сын, дочь, то есть они попросили там, надо там нарисовать. Давай это нарисуем, давай это нарисуем. Ну возьми, нарисуй. Как бы тебе плохо не было. Ты увидишь, что вот это вот из твоего ребенка перелился к тебе. И то есть злой с твоей, не испариться.